Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала! Каждое растение не хочет исчезнуть бесследно, не оставив потомство в виде плодов, и кабачки не исключение. Для того, чтобы это самое потомство радовало глаз, опытные садоводы вносят полезные для растений подкормки. Кабачки очень отзывчивы на них, и с помощью грамотно внесенных смесей можно существенно увеличить урожай и продлить плодоношение. Первую подкормку начинают вносить, когда растение достигает 10-дневного возраста. Обычно в это время формируется три настоящих листа. Первая подкормка самая простая. Растению нужно дать в первую очередь ударную дозу азота. Это нужно для быстрого роста новых листьев, ствола и формирования соцветий. Тут в ход у судоводов идут разнообразные подкормки. Из минеральных можно выделить аммиачную селитру. Она подойдет лучше всего. Но если ее нет, то внесите карбамид, мочевину или сульфат аммония. Для подкормки разведите 1 столовую ложку любого из перечисленных удобрений на 10 литров воды и полейте по 1 литру каждое растение под корень. Но больше всего кабачки любят настои трав или навоза. Так что если есть время и желание сделать натуральный настой, то им вполне можно заменить минеральную подкормку. Это будет даже намного эффективнее. Для приготовления настоя из сорных трав нам понадобится набрать ведро сорняков и замочить их на дне 5-7 в теплом месте. После чего каждые 2 литра получившегося настоя разводим на ведро чистой воды и поливаем растение по 1 литру под корень. Если есть старый с плесенью хлеб или кожура от бананов, то ее тоже можно кинуть к сорной траве для настаивания. Раствор будет еще питательнее. Принцип приготовления настоя из коровьего навоза тот же. Понадобится 2 кг коровяка, настаиваем в ведре воды неделю, а после чего каждый литр настоя разводим в ведре воды и поливаем растение под корень по 1 литру. Также кабачки можно подкормить готовыми покупными удобрениями, которые содержат сбалансированный состав питательных веществ для хорошего роста и развития. Таким удобрением является гуми-оми для кабачков. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok